Мои соседи собрались, проживаем здесь, в квартирах. Первый, второй этаж. Вот это наши соседи, бомжи. Люди без определенного места жительства поселились в пяти метрах от жилого дома номер 45-4 по проспекту Карла Маркса и чувствуют себя здесь вполне комфортно. И туалет, и спальня, и столовая, и все что угодно. Летучки утром у них. Интересно так. Матеряться по-страшному на все пять этажей слышно. По словам жителей, эти трубы облюбовали не менее десяти бомжей. К тому же периодически их навещают друзья. Я здесь не живу. А кто здесь живет? Их нету сейчас. А вы в гости приходите? Да. Я с Агаповки приехала. Они, во-первых, вот эту теплоизоляцию, уже неоднократно они ее разрывают, чтобы им тепло было. Мы отапливаем улицу, получается. Укутаются матрасами, одеялами, дорожками, всем, чем попало. Что, люди выбрасывают на мусорку? Вот они все сюда тащат. Такое соседство не только неприятно, возмущаются люди, но и небезопасно. Причем во всех смыслах. Они больны, они кашляют. Это очень опасно. Чем они больны? Никто их не обследует. С такими соседями нужно всегда быть на чеку. Возмущаются наши герои. Татьяне Ивановне лично приходилось вызывать экстренные службы. Эти люди занимаются, видимо, сдачей металлолома. Они приносят сюда кабели, технический мусор, выжигают. От этого зловонный, очень тяжелый запах, который идет прямо в квартиры. Мы вызывали, зафиксировано где-то, даже пожарные, они приезжали и тушили пожары. С просьбой о помощи жители не раз обращались в полицию, но уверяют, должное внимание сотрудники правоохранительных органов уделили лишь однажды. Мы участковому звонили неоднократно. Когда случилась здесь драка с убийством, здесь, да, это было с год назад, здесь было очень много милиции и участковые. Все нас призывали помочь следствию. Полицейские подтверждают, только в случае нарушения общественного порядка они имеют право применить те или иные меры к людям без определенного места жительства. Граждане без определенного места жительства – это серьезная проблема, в том числе и для правоохранительных органов. Потому что, во-первых, они могут сами подвергаться преступным каким-то посягательствам и могут сами совершать преступления. Минимум два раза в год проходит так называемая операция «Бомж», оперативно-профилактическое мероприятие, когда все эти граждане проходят у нас через дактилоскопирование, вводят в базу данных, чтобы впоследствии их хоть как-то контролировать. Один еще из рычагов, который появился у нас недавно – это административные штрафы за отсутствие временной регистрации. Но, к сожалению, сколько бы штрафов ни накладывали на этих граждан, они не платежеспособны. Продолжение следует...